Валентина Владимировна сторонник внутреннего туризма. В новом терминале Нижегородского аэропорта нас ждет рейс на Симферополь. В теплые края летит не в отпуск, а домой. Отдыхала у нас в Нижнем Новгороде и осталась очень довольна и аэропортом, и самим городом. Нравится, просторно. Нравится. Я уже год сюда езжу. Я вообще влюблена. Я когда брала билеты, я там так и сказала. Я очень полюбила этот город. Новый терминал ежедневно принимает десятки рейсов. Это самолеты со всей страны. За границу до сих пор пассажир провожают в старом здании. Причина в таможенном контроле, который до сих пор не функционирует в новом здании. До запуска работы пунктов не закуплена часть оборудования. Валерий Шанцев удивляется тому, что данный вопрос до сих пор не решен. Все время говорили, мы все сделаем, мы все сделаем, мы все сделаем. Апрель уже сейчас, ноябрь скоро, а мы все. Апрелем живем. Давайте мне материал. Хватит, я ждать больше не 10 дней, ничего не хочу. Я хочу твердо совершенно поговорить, глаза обладаться, руководить. Кто-то виноват, люди мучаются там в старом терминале. Глава региона обсуждает с руководством аэропорта все актуальные вопросы, связанные с реконструкцией. Это касается и терминала, и взлетной полосы. Строители удлиняют ее до трех километров и работают над зоной прибытия. Глава региона поручает закончить основные работы на перроне до 4 ноября. 4 ноября поставили сейчас контрольный срок по перрону, для того, чтобы уже телетрапы включать по действующим сегодня нормативам. Там могут уже работать без полосы и Боинги 37, и А321. То есть все люди будут нормально из самолетов выходить по телетрапу, потому что уже зима скоро. В бетоне закончено 2,5 километра, ведутся работы по инженерным системам, делаются закладные элементы для светсигнального оборудования, делается подготовка мест для радиотехнического оборудования, выполняется работа, связанная с ливневой канализацией. Также проводится бетонная работа на удлинение 500 метров и проводится работа на перроне. Земляные работы и укладка тощего бетона и марочного бетона перед новым аэрогозальным комплексом. Толщина бетона на взлетно-посадочной полосе достигает 40 сантиметров. Работы по его укладке продолжат до холодов. Затем строители займутся подготовкой с земляными работами, для которых не нужно определенного температурного режима. После завершения всех работ аэропорт сможет принимать самые большие авиаборты. В конечном итоге это позволит значительно увеличить поток пассажиров и в два раза увеличить количество рейсов из региона. Создание комфортной транспортной инфраструктуры задача номер один. Реализация самых масштабных проектов способствует привлечению федеральных денег, в том числе и в рамках проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Нижний Роград на самом деле становится настоящим мегаполисом и приобретает более привлекательный и функциональный красивый вид. Буквально на днях мы открыли южный обход, который заработал на полную мощь и в настоящий момент он разгружает город Нижний Новгород. Ежедневно порядка более 15 тысяч машин обходит город. Сегодня мы в аэропорту посмотрели работы, которые здесь ведутся. И по окончании этих работ город также станет более привлекательным для авиапассажиров. Впереди у нас запуск Борской транспортной развязки, которая также, в свою очередь, очень сильно разгрузит кировские направления. Все делается для того, чтобы город был более комфортным и уютным для жизни. Мы ожидаем в ближайшее время год международной части. Там есть определенные проблемы, я думаю, что к концу года мы их преодолеем. С оптимизмом мы смотрим на поток пассажирский с учетом открытия турецких направлений. Я надеюсь, что в ближайшее время открытие Египта. У нас аэропорт пополнится большим количеством наших туристов нижегородцев, в чем мы очень рады. Нижегородцы и гости города теперь могут ожидать рейса в комфортабельных условиях. Приятно, терминал по высшему классу организован. Все это хорошо. Он и выглядит прилично, и очень удобно все. В Екатеринбурге тоже очень такой интересный аэропорт, красивый. У вас тоже очень приятно все выглядит. Работы в аэропорту идут параллельно со строительством нового Борского моста и реконструкцией проспекта Молодежный, который свяжет аэровокзал и Нижний Новгород. Антон Гайн, Олег Климен. Объективно. ННТВ. Антон Гайн, Олег Климен. Объективно.